Продолжение следует... Поганин, много чего порублено, везде корни, везде пни валяются. И сама территория, снега в этом году еще что-то мало. В районе дом-отдыха снегом больше выпали, чем здесь. Вот, даю привязку к местности. Мы находимся сейчас позади лесничества. Поворот в районе типографии сюда идет. Вот, выходим сюда. Потом поворачиваемся по кромке леса. Здесь будет начало лыжни. Потом, если лыжи будут ехать, хотя снега очень мало, попробую давать ориентировку по другим местностям. Ну что ж, пора ехать. Лыжня, да выше на просечку, в районе Рэп. Справа находятся жировые дома, в районе подстанции. Позади осталось лесничество и лыжня. Сосна красиво везде. Мы едем вперед и направо. Слева находится водозабор и жилье северной радиактасети, что-то или так это называется. Ну мы едем прямо. Дальше придется по крылье пока ехать, потом будет поворот налево. Возле самой Жуковки леса, с несчастью, прорубили. И сделано трудно-троходимо. Не только на Андрарышную пешком. Видно, что выключенные пни валяются. Вот, любителям пней надо не Дисней жемчужину таскать, а тут пней набирать. А и тут годами валяются и гниют. Дорога завалена всякими ветками, ветками, порубленными, гниющими. То есть там ружью прокладывать не будем, как раньше, невозможно. Можно и лыжи сломать, и самому где-то завалиться. Придется ехать вдоль грунтовки, потому что через лес дорога перекрыта выключенными пнями, рубленными сучьями, остатков деревьев и другой замусоренностью. Впереди ели, собственно, хорошая дорога. Она положительно ведет к мосту до деревни Бучковича, через ручей. Дороги встречаются воронки, эхо войны. Но самое настораживающее то, что весь лес порублен и загажен. Кто вырабатывал древесину, и вообще не знаю, как можно древесину, в лесопарковой зоне, человеку два джубки вырубать. Раскидал пней выкручиванных, всевозможные дров, обрезков бревен, неконсационной древесины. То есть в данный момент там не то, что на лыжах. Там, где раньше ружья проходила, к отравану и обелиску, проехать не то, что даже ходить не советую. Потому что накидные всевозможные отходы деревоопроизводства не торчат. Какие-то выкручиванные, какие-то просто торчат. Вот, видите, бревна валяются, раскиданные в парке всевозможные. То есть теперь в район Каталавана проехать на рыжь не удастся. Это не есть хорошая дорога, все бурером покрыто. Выпиленными пенями, поваленными деревьями, остатками лесопроизводства. Вот это наш лес, красивый такой жукли находится, приглашается черт знает во что. В сварку деревообработки, видимо. Ну что ж, пойдем туда, куда можно ехать. Видимо, придется выезжать в район ручья и переправы на тот берег, в район деревни Вышковича. Ну что ж, где дорога есть, там и ездить будем. Тот, что лес сохранился, великолепен. Сосны, ели. Надо экологу позвать, посмотреть, что тут делается. Много выверок новым воронкам эхо войны, но это не страшно. Страшно то, что перед лесом практически нет. На многие километры все порублено опять. И это мы находимся, район между Жуковкой, детским тубсанаторием и Котрованом, вот Бериска, зону отдыха горожан. Творится черт знает что. Смотрите, целые корни завалены, я не знаю. Пуриромы везде. Под снегом валяются неконсенсационные бревна. Пни, которые выкорченные, спиренные, но брошенные. Пни также торчат из-под снега, то есть тут ехать уже невозможно. Вообще возникает вопрос, как можно было лес, находящийся практически близи к городу. Это парковая зона, лесопарковая зона. Тут все грибы, раньше когда собирали землянику, чернику, сейчас фактически превращено непонятно во что. Дерево спилено, пень корчевали, выкручивать не смогли, бросили. Там бревна валяются, которые неконсенсационные, видимо. То есть сделали какой-то буриром, даже не знаю, как назвать. Посмотрите, на какую территорию все порублено. Тут некогда был густой, еловый сносновый лес. А сейчас торчат пни, какие-то полосы. Вон, выкручивали, бросили. Тут теперь даже я бы идти не посоветовал, особенно в темное время суток. Можно шею свернуть. То есть придется ехать не как раньше, маршрут хороший был. Типография мимо подстанции, дальше Котраваново ходили, пересекали автомобильную дорогу, вдоль линии ЛЭП ехали до железнодорожной трассы на Брянск, опять переходили эту трассу, ехали по линии ЛЭП, мимо Кринянской ветки, до самой Деснянки, до Десны, и возвращались всем из дубодуха. Теперь такой маршрут невозможен. Даже Котраваново-Белевска ехать не стоит, из-за того, что лес превращен, черт знает во что. После лесозаготовки скрытые пни, брошенные бревна, вон ветки порубленные, брошенные, то есть много остатков лесозаготовок некондиционных, раскиданных по лесу. Они дают опасность не только рыжнику, но и пешеходу, даже в летнее время. А на рыжьих придется ехать туда, куда ведет дорога. Это в переправе через ручей. Я привела к месту пикника и отдыха в лесу. Скамьи, стол, мангал, место до костра. Дрова готовые лежат. Все, что необходимо усталому путьнику. Присесть, зажечь костер, отдохнуть от суеты вокруг дремучего жуковского леса. Дигайся вперед, впереди будет заболочено, сейчас она подмерзла. Посмотрим, когда дальше с рыжней будет. Куда рыжня выйдет дальше. Пять часов уже темнеет. Так что советую с собой на лобный фонарь брать. Кто хочет рыжной прогулки далеко устраивать, надо со светом быть. О, турник нашли. Скажите, можно и спортом позаниматься, вместе с рыжими подтягиваться. Хорошее место. Там новогоднее настроение, елочки везде. Проехали в рубки, попали в молодую иловую посадку. Вот там осев, это никто не сажает. Ну и то хорошо. В декабре новогоднее настроение появилось хоть в таком-то месте. Где вырубок нет, лес нормальный. Рыжня выверена на небольшую поляну, окруженная ировым лесом. Смеркается. К сожалению, рыжня опять выверена многокилом и вырубком. Дровая древесина забрана, не торчат. Бревна валяются опять. Ну что ж, не будем ромать лыжи, поедем по тропе скулью с лес. Теперь у нас рыжня будет новым маршрутом. Который аван теперь он твой рыжня не будет подходить, как и в 0-е годы, из-за того, что поехать почти невозможно. Нам надо кататься, а не ломать уже. Поэтому поедем по тропе. Одинокие следы, хита. Расчачек нету, видимо, то ли собаки бежали, то ли волки. А там зайцы следы, видите? Похоже, что волк, носа за зайцем. Это не заяц. Въехали в пойму ручья в деревне Водневки. Я теперь будет проходить новый маршрут, ружья трасса, типография. Типография, вырубки, ручей. Ручей вымерз, переправляемся здесь. Его под снегом не видно, там лед. Потом пойдем по лесу на том берегу, вдоль берега, к переправе у деревни Водневка. И выйдем в лес уже вновленный турбодиспансер детского. Хороший маршрут новый. Единственное, что не захватывает обериск, но ничего не поделаешь. Там трасса, не признаю, становится. И да, вырубок. Это место переправы. Дальше идем в лес. На том берегу ручья тоже попали в зону вырубок. где торчат пни. Всевозможно ехать тяжело по пням. Также вон наваленная неконституционная древесина, ветки, сучья, тонкая древесина навалена кучами. Ну что ж, придется проехать здесь, чтобы выехать в тропе. И двинемся в сторону деревни Водневка. Оттуда через правую опять через ручей переправимся по мосту уже. Справа трасса Жанница Жуковка. Лес, как вы видите, только по краям в середине лес вырублен. Это плохо. Жуковский лес перестает существовать. Далее лежная идет вдоль берега ручья по грунтовой дороге или просеке или противопожарной полосе. Справа видны огни деревни Водневка. Но нам туда не надо. Мы едем вдоль берега. Сквоз вырубки поголовная. Все эти кочки это пни невыкрученные. Хорошего мало. Тут древесина раскидная неделовая. И уже плохо видно. Смеркается пять часов. Вырубки на многие километры. Пожарная полоса выбираем на берег ручья. Дальше едем через поле заполоченное скочками. Видим уже пол шестого с теми полности. Ну что ж продолжаем двигаться по берегу ручья вперед. Поле ровное в принципе ехать нетрудно. Необходимая вещь на лобный фонарь. Потому что темнеет уже быстро. Без фонаря тут ехать уже не интересно. Чем мощнее фонарь, лучше. Но мы взяли обычный простой. Пришлось переправиться на этот берег. На наш. Который более красивый. Но уже с темнера попали в небольшую западню. ручей перемерз не полностью. Полония небольшая была. Попав в полонье лыжа прилип и сейчас чистить придется. Спуск довольно пологий. Просто из-за слабого мороза так понимаю ручей пересох еще не сильно перемерз. А впереди красавейший берег который нельзя оценить из-за слабости фонаря. Впереди дорога идет по кромке леса. до тропы на лодневку. А дальше на улицу партизанская в Жуковку. Темнее дальше снимать буду не буду потому что практически дальше света фонарей ничего снять невозможно. Сейчас необходимо лыжи очистить чтобы они ехали хорошо. Кстати рекомендую использовать лыжи шире чем обычных. Не беговые для лыжни а до леса с 51 сантиметр 55 таких немного найти можно. Сейчас вот фишер выпускает и тиса они они щели обычных они чуть дороже но если вес большой или по целине они более приемлемы для езды чем узкие беговые. Две марки рыжь такой членный сейчас можно купить фишер в спотландии и также тиса с украины поставляются. Завод две марки выпускает старую тису советскую и новую они фишер выпускают райд вакс называется. Едем дальше.